жесть да а как вы хотите да все со своей музыкой а вы хотите узнать но пункт номер один наденьте наушники и станет проще я попрошу вас сейчас камеру чтобы показали где мы находимся эти граница города магнитогорска и вы сейчас не смотрите программу автостоп да идет дом милый дом ваш любимый я только что бросил лодометр и сегодня мне с вами хотелось поговорить о тех вещах про которые никто не скажет ни нтв ни орт ни мгтр к не твн ну что во первых это не надо что нам надо нам мочить лужкова естественно лукашенко нам надо мочить о каких вещах я хочу с вами поговорить о тех которые происходят происходили и будут происходить и начнем с роста цен кому-то может показаться что гречка у нас только выросла сейчас я вам небольшой экскурс в историю годовал годовалый проведу я сегодня специально если буду запинаться ничего страшного и планы не будут меняться не будет показывать как мы летим кстати не летим а едем скорость всего 90 километров в час куда летим это чуть попозже так вот что касается цен начало года копченая форель стоило 350 рублей середина года копченая форель стоило 500 рублей начало октября копченая форель стоит 800 рублей за килограмм это все нормально теперь чуть дальше экскурс в историю 95 год однокомнатная квартира 10 тысяч долларов 98 это уже 30 потом ну дефолт и 2008 однокомнатная квартира стоит 60 тысяч долларов чуть-чуть мы немножко подтормознули и что получили что цены у нас упали да нет просто вы вынужденную недвижимость люди начали продавать их стать незадорого а в остальном в остальном кто-то сказал что магнитогорский кризис но вы внимательно посмотрите за речку что вы там видите я честно говоря но привык к виду магнитогорского комбината но не привык чтобы это вот так было почти 5 километровый новый стан то есть магнитка как-то вот в общем-то помирать не собирается и магнитка естественно будет всегда иметь привлекательность прежде всего для кого но для наших любимых гостей с юга согласитесь когда ведро картошки уже 180 рублей стоит ну очень выгодно вести его в этот дешевый город естественно рано или поздно у всех кто приезжает сюда будь то жители азербайджана армении ну и пожалуй чечне почему нет вот кроме всего прочего круг магнитогорска города который находится за минимум 300 километров от областного центра любого есть дивное количество сельских поселений так вот жители естественно мечтают зарабатывать больше есть и на дорогих она марка в том числе и вот и вот вам рынок перспективного жилья которая нифига не строилась вот так вот кризис и что мы будем ждать еще раз вам напомню что до тех вот перетрубаться экономических однокомнатная квартира стоила как хорошая на марка сколько сейчас стоит хорошая на марка хорошая не на марка не фуфло всякое хорошая на марка сейчас стоит в пределах двух миллионов то есть все рано или поздно скорее всего урана туда подтянется естественно надо прекрасно понимать что трехкомнатной квартиры в городе магнитогорске всегда стоило столько сколько однокомнатной в москве ну естественно в центре то есть порог 34 миллионы это очень скоро я тут недавно покатался был я и в екатеринбурге и в самаре но эти два города вообще интересные самара стоимость квадратного метра это от 50 тысяч нормального вот стоимость однокомнатной в екатеринбурге 2 миллиона 800 как бы так вот тоже вопросик да съездил я город такой есть октябрьский вообще нету градообразующих предприятий население 110 тысяч цена на квадратный метр 32 тысячи отличный вылезанный город к чему все это а к тому что ну привыкайте ребят цены будут ого-го естественно хранить деньги в долларах в евро какой смысл я вам скажу что допустим можно было на тысячу долларов купить в начале прошлого века можно было купить нормальный автомобиль ford t что на тысячу долларов сейчас можно купить в америке ну скажем так два ноутбука теперь почему в россии очень дорогая страна все очень принципе объяснимо лекарства на стоит в три раза дороже недвижимость ну естественно также потому что извините стену нас должны быть три раза толще да и кстати и банан у нас на улицах не растут и картошка круглого тоже не родится вот мяско вы едите до копченые сколько она сейчас стоит уже в пределах уже ближе там к 500 подбирается кстати мясо в россии не производится вы едите извините аргентинскую кстати неплохую свинину форме кореек там потом счетчик там всего вкусного и так мы не спеша проехали 9 километров от города а вот теперь внутригородские слухи о том что комбинат настраивает ребят комбинат не может настроить потому что руководство металлургического гиганта это те же самые магнитогорец виктор филипп шарашников магнитогорец ну в общем весь директорский корпус такой смысл и вот тут вот опять же включайте мозги все говорят что на субботу и ночью выключают фильтры вы чё физику не изучали да так вот что получается в тот момент когда вы глаза с похмелья открываете в субботу или воскресенье ну естественно голова у вас болит с похмелья да во вторых вы не в шесть часов просыпаетесь в 11 то есть вы еще с просонья не едете и вам такая картина что типа чем-то воняет это чем же интересно воняет до тем чем вонял и каждый божий день ну просто концентрация чуть чуть больше стало потому что вы извините но что-то похолоднее а чё такое с этой целью в свое время руководство металлургического комбината топ-менеджмент свое время решил в общем-то не жить в городе магнитогорске теперь дальше что интересно порозе ветров у нас пред преобладают все-таки северные ветра и севера скажу так западные то есть все то что есть городе в аккурат ложится куда на радужные хуторки и кстати отженикизовский район посмотрите внимательно каждый божий день почему так воняет ну во-первых потому что у нас раньше привозили у нас готовый агломерат а сейчас приходится отжигать поэтому единственное что у нас действительно вредит населению так это горнообогатильное производство куда деваться экономически и 91 год мы приезжаем как раз то самое место любимое директором магнитки рамазаном это вторая плотина классный местечко вообще супер и даже бы сказал смотрите камера не дернулась новая дорога ну вот что здесь есть здесь есть замечательные сады и самая изюминка это один дивный поселочек под названием лазурный самое забавное что допустим из садов на водохранилище верхнеуральском вы все-таки магнитогорский металлургический комбинат видите и понимаете что одну как-то нельзя вас отделить от города а вот этот поселок лазурный чистый белый снег отличная вода питьевая у каждого вы не зависите от водоканала вы не зависите от услуг газа который подорожает в три раза да 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 мы вступаем в это так что если газ пришел в ваш дом это совершенно не благая весть потому что я посмотрел внимательно в википедии в других источниках извините первую и вторую мировую войну мы выиграли на чем на дровах а это извините возобновляемый источник и сегодня и сейчас в принципе если вы топитесь по электричеству это ну примерно 5000 рублей в месяц что касается газа не знаю но думаю тоже нормально при парочка будет все-таки газпром надо помогать своему национальному достоянию вот по 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 дровам можно спокойно топиться и за 10000 время в пути 10 минут мы проехали 15 километров и вот здесь то что вы сейчас увидите помните кто-то глазом раньше видел но не понимал что это за поселок стандартные дома 200 квадратов стоимость от 11000 за квадрат до 30 естественно там есть такие дома веселенькие и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok